В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования военных комиссариатов. Их учредили, чтобы в короткие сроки создать сильную армию. Уроки мужества, посвященные этим событиям, сейчас проходят во многих школах Приволжского федерального округа. 150 кадет Чебоксарского корпуса смогли лично задать вопросы командиру ракетного катера «Чувашия». Урок мужества в роли учителя – настоящий командир ракетного катера с гордым названием «Чувашия». Артем Старков сменил морские просторы на Чувашские, чтобы в преддверии 23 февраля рассказать школьникам о своей службе. Много не расскажешь, потому что все-таки там есть некоторые военные тайны. Корабль постоянно несет боевые дежурства по охране границы нашей территории, также воздушной территории. «Р-2» переименовали в «Чувашию» три года назад. В отличие от имени, место службы ракетный катер не сменил. Он также входит в состав Балтийского флота. Свой отпечаток накладывает место – Калининградская область, которая является анклавом. Это и интересно, и в некоторой степени опасно. Поэтому у многих призывников есть горячее желание попасть именно сюда. У кадет определенные преимущества. У нас в кадетском корпусе 8 человек только учатся, и сегодня уже на Балтийском флоте служат. Хотелось бы себя проявить в качестве хорошего военного, посвятить свою жизнь профессии военного, стать капитаном. Уроки мужества проходят во всех регионах ПФО. Со школьниками делятся рассказами о своем профессиональном пути действующие военнослужащие. Рассказывают об истории развития вооруженных сил нашей страны, которые в этом году отмечают столетие. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.